Ламинарный фонтан Изначально я хотел мутить все это на даче у Драгана, там где есть доступ к шлангу с водой и с минимальным количеством инструментов. К шлангу заранее присоединяется штуцер с внутренней резьбой на пол дюйма. Для всего этого веселья понадобится, как обычно, труба от канализации и пачка коктейльных трубочек. Что же еще, конечно. Сетка мешок из фикс прайса, из обода, который мы достанем, вот этот металлический пруток. Сворачиваем его в кольцо и вырезаем кусман сетки. Вся эта конструкция будет держать соломинки в нужном месте. Аккуратно засовываем кольцо и ставим его на свое место. Так же и с другой стороны. Взяв только переевое сверло, я думал, что мне этого вполне хватит, но мало того, что я не угадал с диаметром, так оно еще и не подошло для того, чтобы сделать выходное отверстие. Потому что было гнутое и било во все стороны. Выгрызаем нужный диаметр мультитулом. Закручиваем сгон гайками с обеих сторон. Никакого термоклея и соплей. Все по уму, мать твою. Одеваем муфту. А теперь будем колхозить выходное отверстие. Сделать не в мастерской его у меня не получилось. Поэтому следующие несколько секунд будут скорее про то, как его не надо делать. Не надо ковырять крышку ножом. Не надо заморачиваться с напильником. Не надо пользоваться плохим клеем из деревенского магазина. Не надо выплавлять выходное отверстие с зажигалкой в куске кока-колы. Не надо. Короче, все дерьмо в сборе и то, какая струя получилась на даче, я даже снимать не стал. Уже в мастерской я взял фрезу с углом 90 градусов, сделал отверстие ей и зашкурил всякие косички из заусенца. Вот такой вот вышел результат. Зрительно она идеально ровная, с гладкими краями и всякое такое. Но что-то мне подсказывает, что это нихуя не так. Все части я решил соединить на два клопа, ибо напором их вышибет, что не круто. И о черт возьми, посмотрите, что это. Обычная немного успокоенная струя. А какого хуя? А потому что я забыл поставить прокладку, которая будет выполнять роль гасителя остатков турбулентного потока, который дорвался из крана через шланг. В качестве прокладки фильтра я выбрал дешевую тряпку для мытья. Пиндосы используют материал, похожий на пластиковый фетр, как у губки для мытья посуды, такая твердая сторона сверху. Но я готов поспорить, что подойдет даже кусок валенки. Главное, чтобы пропускал воду по всей толще. Устанавливаем все на свои места. И вот оно! Практически стеклянная чистая струя. Сравни с фильтром и без. Но и это еще не конец. Я все еще недоволен результатом, поэтому в одном из следующих видосов я буду делать самопальную турбину для воды, резервуар, где вода будет успокаиваться, и встраивать в этот фонтан подсветку. Ты можешь ускорить процесс появления нового видео, подписавшись. С вами был Даня Крастер. Пока!